Для старта прямой связи традиционно было выбрано удобное время – полдень. У многих обеденный перерыв, а значит, есть возможность в прямом эфире понаблюдать за общением главы государства с гражданами нашей страны. В Брянске в крупных торговых центрах и магазинах на экранах прямая линия. Уровень жизни и доходов населения – ЖКХ, проблемы утилизации бытовых отходов и здравоохранения. Эти вопросы чаще всего волновали наших сограждан. На видеосвязи регионы подключаются к обсуждению и министры. В центре внимания – небольшие города, работы местных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. В Брянской области реализуется региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи – нацпроекта здравоохранения. Главная цель – завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения, обеспечение доступности медицинской помощи. Для этого в 2019 году запланировано строительство трех новых фельдшерско-акушерских пунктов и закупка шести мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов, где проживает менее ста человек. Отдельно коснулись ситуации с кадрами для медицины. Вот как Владимир Путин прокомментировал это. Жильем должны заниматься региональные и местные власти. Мы много раз об этом говорили. И они должны предусмотреть свои деньги в своих бюджетах на эти цели. Иначе, конечно, люди будут уезжать. В Брянской области уже выполняются наказы президента. Наш регион первым в стране принял региональную программу по приобретению жилья для врачей полностью за счет средств областного бюджета. На эти цели выделен миллиард рублей на три года. И это только начало. Такого в нашем регионе не было за всю его историю. Да и в масштабах страны это единственный пример. Первая партия. В преддверии дня медработника губернатор Александр Богомаз вручил ключи от 122 квартир молодым специалистам и врачам, которые переехали трудиться в Брянскую область. Исполняются на Брянщине майские указы президента 2012 года. Федеральная программа «Земский доктор». С начала ее реализации в Брянской области выплату в 1 миллион рублей уже получили 308 врачей, которые работают на селе. В прошлом году в программу вошли и фельдшеры, переехавшие работать в сельскую местность. За это время 14 медикам выплатили по 500 тысяч рублей. Активно следили за общением президента с населением и общественной организацией. Именно с обсуждения уровня доходов и зарплат началась прямая линия. Владимир Владимирович в самом начале пояснил многие моменты, которые касаются того, как мы будем все вместе достигать тех целей, которые обозначены в майском указе в национальных проектах. Это прежде всего снижение уровня бедности в два раза. Мне кажется, что у нас в Брянской области, и Владимир Владимирович сказал, что да, уже прожиточный минимальный размер оплаты труда равен прожиточному минимуму. Но у нас в регионе мы идем дальше. На 2019 год, как уже несколько лет, у нас в регионе заключается соглашение о минимальной заработной плате, и мы повышаем эту планку. Например, для внебюджетного сектора экономики сейчас минимальная заработная плата в регионе составляет не 11,280, как минимальный размер оплаты труда, а 12 тысяч. Для многих брянцев просмотр прямой линии уже традиция. Не нарушает ее и мать героя России Олега Ермакова Лидия Филипповна. Часто бывают, встречаются с матерями 6-й роты Псковской десантной дивизии. Это почти все регионы, в которых погибли ребята. Наша область, конечно, лидирующая. Матерям и вдовам, у которых погибли сыновья и мужья в горячих точках, выделено ежемесячное пособие в 25 раз больше, чем оно выделялось до нашего губернатора. Выделяется также большое внимание и инвалидам, которые потеряли здоровье в горячих точках. Представители студенчества также активно наблюдали за трансляцией с президентом. Их волнуют вопросы науки, общества и образования. Ведь именно в руках неравнодушных молодых людей развитие нашей страны. Сегодня в этом зале присутствуют те активные студенты, которым не безразлична судьба нашей страны, которые принимают активное участие в политической, общественной жизни государства. Прямая линия с Владимиром Владимировичем Путином, президентом нашей страны. Это мощный социологический опрос, который позволяет донести непосредственно президенту позицию граждан государства, а также дать оценку работе руководства нашей большой и необъятной страны. Так как я студентка, мне очень было интересно получить ответы на вопросы, касающиеся студентов, жизни в университете и, конечно же, работы в университете. Я хочу связать свою жизнь с университетом и дальше в нем работать. Молодые, творческие и энергичные они – представители Центра по развитию добровольчества Брянской области. Мария Васюткина – студентка одного из брянских вузов. Сейчас она, как и ее коллеги, помогает людям, участвует в организации крупных мероприятий города. Но также обратившиеся сегодня к президенту граждане, имеет свой немаловажный вопрос. Какая политика будет применена к малообеспеченным семьям? И, может быть, какие-то квоты и новые пособия будут созданы для малообеспеченных семей, которые имеют, допустим, одного или не имеют родителей вовсе. У нас очень большая страна, и мне, как гражданке России, очень интересно. Во-первых, ее будущее, будущее молодежи России. В одном из последних вопросов Владимиру Путину о его вежливости президент сказал, что является представителем России. А это страна с высоким уровнем культуры. Брянские культурные деятели, театралы и работники библиотек не остались в стороне от вопросов президенту и даже заготовили свои. Я хотел бы спросить Путина, а может быть, пора ввести во всех школах дополнительное творческое образование, артистическое образование и такой предмет, как театр. Но мы не стали этот вопрос на прямую линию обращать, потому что я вижу, что сейчас очень много более сложных, важных вопросов. Но если бы мне доверили спросить президента, я бы спросил, можно ли в школах сделать дополнительный предмет, театр. Владимир Владимирович отвечает аргументированно, полно. Он умеет признать свои недочеты, ошибки. А еще подкупает то, что он с юмором по-прежнему остается, несмотря на то, что он так давно и так на такие сложные темы разговаривает с населением. Задавать вопросы главе государства в онлайн-режиме уже стало традицией. Прямая линия прошла в 17-й раз и собрала более 6 миллионов человек у телевизионных экранов. Владимир Путин успел ответить на 80 вопросов. Елена Лыщицкая, Александр Жучков, Мария Селивестрова, Анатолий Чикрыгин. Для программы «События».